Дорогие друзья, мы находимся в Палеонтологическом институте, он же музей палеонтологический. Цель нашей поездки и посещения этого музея – посмотреть, как изменяются формы животных, формы животных, организмы животных, которые, по моему мнению, происходят от человека. Поэтому будем на этом особо обращать внимание, что мы видим тела, ископаемые, окаменевшие тела, древние тела, вот эти хорошо приспособленные животные, которые изменились и произошли от человека. Так что пойдемте. Дорогие друзья, мы находимся в Палеонтологическом музее, вот это панно ископаемых животных, оно наглядно, в общем-то, показывает всю бездну времени, бездну времени уходите куда, бездну времени вниз, она связывает сотни миллионов лет назад. Ну и самое главное, это вот многие забывают, что бездна времени и после нас. Поэтому на нас инволюция не кончается фактически. Что будет после нас – новые звери или новые боги? Вот вопрос. А можно тогда еще подробнее? То есть вот это вот панно называется «Древо жизни». То есть тут представлены образцы животных, которые живут сегодня, сейчас. Панно и динозавры, они вместе как бы олицетворяют эту эпоху мезозоя, так я понимаю. Более ранние, более поздние – это кайнозои идет время. Новые жизни – это мамонты, слоны, вот там маленький слоненок, там шерстистый носорог очевидный, или просто носорог. Ну и вот венчает композицию дама с ребенком. Ну, можно сказать, Мадонна с младенцем. Да, Мадонна с младенцем, да. Откуда взялся человек на этой земле? Вот вопрос. Появился он от зверей? Мы потомки обезьяны? Или же мы все-таки появились из космоса, из бескрайнего космоса, который олицетворяет вот эту вот зеркальность, повторяемость, многократная, в общем-то, которая не имеет границ. И насчет бездны все-таки интересно было бы услышать от вас подробности. Вот это вот бездна, это ведь не только метафора. Вот туда уходит инферно, это время инферно, вот, собственно, это воронка, которая засасывает нас. Любое человечество, которое очередное появляется на земле, оно в очередной раз начинает превращаться в новых животных. И очень любопытно, превратимся ли мы в новых животных или нет. И это не просто слова, на самом деле головной мозг у человека сокращается, и фактически цивилизация может катиться к своему закату. Может быть, она свою миссию выполнит, и тогда уже нас ждет эта развилка времени, дельта времени, вниз или вверх. Ну, посмотрим на ископаемых животных, что, собственно говоря, как была инволюция в прошлой эпохе, как она собой ознаменовалась, какие этапы развития организмов представляют собой инволюции. Ну, на самом деле, конечно, надо понимать, что под инволюцией мы, инволюцию, подчеркиваю, то есть свертывание с латыни, мы имеем, конечно, психическую инволюцию, а здесь мы видим инволюцию тел, организмов, живых существ, которые, изменяясь, дают нам разнообразные экологически приспособленные формы животных. В той или иной среде обязательно. Вот можно пройти, наверное, дальше. Я так понимаю, что вот именно вот эта вот развилка времени образно представлена в виде зеркального отражения, когда идет радуга влево и вправо, и отраженная как раз на четыре координаты по четырем осям. Да, ну вот, чтобы быть на кистеперой рыбе, она может пойти как на сушу, вот она выбирается, вот она превращается в ихтиостегу, дальше в какой-то батрахоморфа такого лягушкообразного, дальше в змею рептилию, дальше в парарептилию, дальше в рептилию, дальше вот у нас тут горгонопсы, дальше тут париозавры, вот, но дело в том, что вот если мы вернемся к этой развилке, то может пойти все и наоборот, то есть кистеперая рыба, она, оказывается, может спуститься вниз, в воду, и, собственно говоря, те рудименты парных и непарных конечностей, которые у нее существуют, это, в общем-то, бывшие руки и бывшие ноги, унаследованные от человека, поэтому, собственно говоря, все можно трактовать иначе. И вот эта вот зеркальность поверхности, она дает нам возможность совершенно иначе взглянуть на эволюцию жизни и на инволюцию. Так, а от этой развилки времени, вот одна подробность, вправо идет до гонавер, это тоже уже все-таки другой класс. Да, тут довольно сложно, как бы, понять, потому что там вот какие-то головоногие моллюски сначала, потом, значит, какая-то уже панцирная рептилия, потом плезиозавр, потом, вот, опять-таки, москопс, такие формы, так сказать, уже динозавров примитивных, дальше вот я вижу рогатые динозавры и так далее. Поэтому вряд ли они к моллюскам имеют отношение прямое, тут как-то немножко, видимо, художники напортачили чуть-чуть. А вот в этой вот как бы... Или, возможно, добавили фантазии. Да, лестницы жизни. То есть вполне возможно, что лестница жизни представляет собой не лестницу жизни, а лестницу инволюцию, лестницу осадочных пород, которые сохранились и сохранили ископаемые остатки, окаменелости. Этих животных. Именно благодаря этому неравномерности сохранения остатков животных и, собственно говоря, мы видим вот эти вот формы, которые представлены в ископаемом состоянии. Ну что же, рассмотрим это поподробнее на конкретных стендах. Ну здесь мы видим многообразие адаптаций разных, и, собственно говоря, организм человека, он представляет собой достаточно очень любопытную форму. Но, фактически, в общем-то, откуда произошли древние рыбы, от кого? То ли они выползли на берег, так сказать, от каких-то, так сказать, рептилий, или так, палеозойских, или откуда они взялись, достаточно непонятно. И вот есть такая у меня версия, что ископаемые состояния не очень хорошо сохраняются морские осадки. И морские осадочные комплексы, они представлены в палеозой, это древние эра древней жизни. А вот более поздние мезозойские формы, они уже начинают проявляться и сухопутные формы. И здесь мы видим, что, собственно говоря, большие... Две версии, по крайней мере, есть две. Вот такие вот это лестницы эволюции, когда у нас сохраняются древние ископаемые остатки. И, в общем-то, они забираются на материк. А есть другая версия, что сохранение этих остатков связано с деструкцией горных осадочных пород. И горные осадочные породы, они фактически дают иллюзию вот этой вот эволюции. И вот тут мы как раз и наблюдаем вот эти окаменелые остатки этой жизни, морской фауны, которая, в общем-то, ленская была, и палеозойская ранняя фауна. И можно видеть, что эта вот фауна, она, конечно, морская и околоконтинентальные фауны. Совсем, так сказать, нет континентальных фауны. Это говорит о том, что морские отложения, они сохраняются дольше всего. И вот эта неравномерность остатков, неравномерность остатков морской и в сухопутной форме, она показывает, что порой, видимо, неправильно трактуется на вины. Когда пытаются говорить об эволюции, что жизнь зародилась в воде. На самом деле в воде она не зародилась, а в воде она сохранилась лучше всего. И сухопутные формы, они как раз не остались, не сохранились от того давнего времени. И это хорошо видно вот на примере вот этой вот палеонтологической летописи. Вот это, в которой мы видим. Ну, можно пройти, наверное, дальше. Сейчас. Палеонтологическая летопись. Да, вот эта вот палеонтологическая летопись. И здесь видно, что две трети ее составляют морские формы. И эти морские формы, они считаются предковыми формами для всех живых существ. На самом деле сухопутные формы, они просто не сохранились в виде деструкции осадочных пород. И это очень важно понять, потому что сохраняются как раз в морском таком варианте, вот в морях как раз вот эти вот. И существует такое понятие деструкция континентальных осадочных пород. И они движутся с верхов материка до низов материка. И понятное дело, что вот период этой деструкции, он, в общем-то, составляет достаточно около 630 миллионов лет. И вот по этой схеме, я так понимаю, хорошо видно, что когда-то миллионы лет назад территория Махоцкой находилась примерно сквозь. Морские отложения были вокруг нее. И вот эти морские отложения сейчас в наших раскопках, в наших сформенных условиях представлены в экспозиции этого палеонтологического музея. И вот то, что многие экспонаты находятся в каменоволнях, на пляжах, в разрезах, просто на поверхности, или даже при копании обычных колодцев бытовых, многих идентифицируют именно с морской фауной. И поэтому... Да, возникает иллюзия эволюции, потому что морские отложения, они первыми как бы кажутся. Вот здесь представлены брахиоподы, колония кораллов разнообразная. Показываем поподробнее брахиоподы. Да. Название сложное. Ну, это такие-то вот... Эти окаменевшие ракушечки и моллюски, их можно встретить на любом пляже, начиная с Серебряного Бора и мимо Кремля, вплоть до Южного Бутова. Крупный головоногий моллюск. Крупный головоногий моллюск. Здесь вот показано, да. Колония кораллов, крупная колония кораллов. Вот. И понятное дело, что отнюдь не они первыми были, эти животные, примитивные и достаточно простые животные. Просто они лучше всех сохранились, потому что сохраняются лучше всего морские отложения. И вот знаменитые иглы и таблички морских ежей, которые у нас всегда называются или чертов палец, или чертов игла. А также знаменитые двусорчатые моллюски и брюхоногие моллюски. Брюхоногие, потому что ноги растут из брюха, то есть из живота. А иногда встречаются даже целые монолиты, где сразу несколько ракушек, которые имеют название брахипоиды, брахиоподы. А также одиночные кораллы, в виде какого-то зуба или клока. Теперь к рыбам можно пройти. Теперь мы пройдем к рыбам, и мы постараемся показать вам бегло и кратко геологические срезы, основные веки инволюции и параллельно залы и стенды Палеонтологического музея. Некоторые экспонаты очень интересны. Мы пройдем пока быстро. Подробнее мы расскажем в других роликах, но сейчас ролик будет только обзорный, то есть это краткая обобщающая экскурсия, для того, чтобы вы имели общее представление. Сюда лучше всего приходить большими группами с детьми, заказывать у экскурсовода, а потом уже самим рассматривать подробно отдельные экспонаты. Вот мы видим здесь панцирную рыбу как раз. Итак, в отделе... На самом деле были большие формы, есть и другие формы, которые ползали на бережку и были, собственно говоря, вот такими щитковыми. Их считают первыми пластинокожными рыбами, плакодермы. Но на самом деле они были защищены кожными пластинами. Вот одна из очень интересных вот денифтов. Рыба, она сама по себе крупная, достигала 12 метров, вот эта вот рыбка. И понятное дело, что эти рыбы отнюдь не были первыми. Они хорошо сохранились из первых позвоночных, имеющих челюсти. На самом деле эти рыбы, они фактически просто показывают, что есть как бы сохранение вот этих вот остатков, которые непропорционально есть на континенте и на морях сохраняются. Ну вот это вот одна из щитковых форм. Агнаты так называемые, в общем-то бесчелюстные формы. Здесь можно громче. Да, и в принципе, вот мы можем посмотреть теперь на латимирию. Вот на эту форму. То есть много экспонатов окаменелых рыб. Но одна из самых интересных. Это знаменитая латимирия. Это 2-я ходящая рыба. Вернее, кислеперая рыба, которая является... Вы представили ее размер. Даю ее вам сравнение с ростом Александра Ивановича. Человека немаленького. Вот метр 80 с высотой. Вот, собственно говоря, 6 конечностей. Но тем не менее, почему-то ее считают нашим предком. Потому что у нее лопастноперые вот эти вот лопастноперые травники. Они похожи на конечности. Вот, кстати, рентгенограмма. Она показывает, что действительно, в общем-то, есть сходство конечностей. Есть локтевая, лучевая кость. Есть берцовые, малые, так сказать, кости голени. Но нет у этой рыбы кости ладоней, так скажем, исток. Потому что они рудиментировались. Я считаю, что эти рыбы, они фактически не вошли в воду, как считают эволюционисты. История вышли из воды. И поэтому, собственно говоря, имеется совсем иные представления. То есть, Латимерия у нас представляет живое ископаемое. Найдено оно в достаточно древних отложениях, 365 миллионов лет назад. Но ее совсем недавно, в 1939 году, обнаружили живой у берегов Африки, Индонезии потом. В общем-то, она плавает и до сих пор живет небольшая популяция этих рыб. И это говорит о том, что, в общем-то, рыбы, они так или иначе представляют древнюю ветвь человечества, приспособленного к водному образу жизни. Пусть это не шокирует кого-то слишком сильно. То есть, именно появился сначала человек, что-то? Да, я считаю, что от него уже дальше пошла линия рыб. Да, дальше от него пошла уже линия. Александр Ильич, вот эта вот идея достаточно для многих экстравагантная и новая. Вот чтобы ее воспринять сразу, нужно все-таки время и очень много аргументов. Ну, чтобы облегчить понимание вот этого научного направления мысли, давайте хотя бы подсказку дадим, за какой примерно период произошел вот этот переход от человека к рыбе? То есть, это сколько? Это миллионы лет. Несколько миллионов лет? Да. И это получается несколько миллионов поколений? Ну, это больше гораздо. Если это миллионы лет, то... Несколько десятков миллионов поколений. Ну, поколений-то значительно больше, конечно. 100 миллионов поколений? Да. Но тренд очевиден, что именно сначала высокоорганизованное создание под названием «человек», а потом под воздействием в внешних условиях он превращается уже в рыбу. Хорошо приспособленный, но фактически, да. Я бы хотел здесь показать, конечно, рыб, но теперь мне, к сожалению, не удаётся всё открыть. Сейчас я пока показываю некоторые окаменелости, которые очень интересно будет посмотреть нашим детям, школьникам. То есть вот это огромного размера, так называемая симфиозная зубная спираль. Чтобы вы представили её размер, даю для сравнения свою руку. Вот моя маленькая рука и вот огромная симфизная зубная спираль. Найдена была на Урале, и это, разумеется, пока только слепок. Но очень достоверные, практически стопроцентные повторения того, что было на самом деле, и то, что можете найти вы, если будете где-то путешествовать в горах, в районе Урала. Также есть окаменевшие зубы петалода. Фрагмент зубного аппарата Евгении Адонте. Эти названия достаточно сложные. Если их перечислять, человек неподготовленный будет, сложно их воспринять. Можно просто их смотреть, просто наблюдать. Или вот, например, несколько рядов зубов, вот так называемого Евгении Адонте. Тоже найдено на Урале, тоже окаменелое, и тоже можете найти вы. Есть также огромные зубы размером, представляете себе, почти что с палец современного человека. И вот такие рыбки плавали, и они были посерьезнее, чем современные пираньи. Весьма любопытно, что кистеперые рыбы были большого размера. Вот можно посмотреть. Вот одна из кистеперых рыб, она достигала 6 метров. Вот здесь она изображена. В общем-то, и мы видим, что вот ее, так сказать, какие-то части окаменевшие, хвостовой плавник, по-моему, еще что-то сохранившееся. Воскопаемое состояние, вот как раз латимерия, кто правильно считает, 6 конечностей. То есть у нас 4 конечности, 2 парных, и здесь она явно не годится нам в предке, тем не менее. Вот одна из кистеперых рыб, имевшая 6 метров. Вот такое живое ископаемое. Вот их многообразие кистеперых рыб. И вот как ни странно... И вот на этой схеме, можно, Александр Ильич, еще раз, извините, прибью вас. Сейчас вернется чуть назад. Вот на этой картинке еще раз хотел бы обратить ваше внимание, что рыбы, вот эти вот рыбы... Это все кистеперые рыбы. Как бы наши двоюродные предки, может быть... Это потомки вот этого существа. Да, да, да. И вот это предок. Вот он предок, и вот они потомки. И одного из вот этих вот рыб, текталик, вот она посередине, как раз здесь, вот считают его предком, собственно говоря, рыб и человека, и... Нет, вернее, человека и тетропот, четвероногих животных, вот этого текталика считают. Вот, то есть как бы идет подбор, конечно, подбор предков из многообразия разных форм. Вот, вы понимаете, что не эту считают, не эту, не эту, а именно вот эту. Но это ведь волевое решение. Волевое. То есть оно же ничем не обосновано, просто вот указали перстом. Ну, там есть своего рода тренд в палеонтологии, кто нашел первым, тот, так сказать, и, собственно говоря... Кто-то претендует на правильность теории. Да, ну вот текталик со слабыми конечностями, он как раз, в общем-то, вот он вылезает из воды. Это уже реконструкция событий, которую можно обрисовать как угодно. Вот со слабыми половниками, вот для наглядности его череп лежит, чтобы ни у кого не вызывало сомнений. И возможности реконструкции ограничены только возможностями Голливуда. Обрисовать, объяснить можно все, что угодно. Но, тем не менее, кистеперые рыбы были такие гиганты до 7 метров, что они вот лабиринтодонтов хватали, как мы видим. Но, понятное дело, их просто не рассматривают, не хотят, чтобы они были нашими предками. И вот здесь я бы хотел обратить внимание, что сохраняются в ископаемом состоянии формы определенные морские только формы на длитное время. И существует диспропорция между сохранением морских форм и континентальных форм. И вот сама ступенчатая деструкция осадочных пород со временем, чем больше времени проходит сохранение этих остатков, тем меньше они сохраняются. И вот эта деструкция, она точно соответствует так называемой лестнице эволюции ступеням деструкции осадочных пород. Это и говорит о том, что наши формы, вот ископаемые формы, окаменевшие, они фактически говорят лишь о избирательности сохранения остатков. Один из самых первых стендов в этом зале посвящен Амалийскому Владимиру Проховичу. Это великий ученый мирового имени, который в свое время, примерно сто лет назад, собрал коллекцию палеозавров, самую крупную в мире, которая держалась в рекордной почти полвека. То есть только уже ближе к серединке XX века была собрана коллекция другими авторами, палеонтологами, которые смогли сравниться именно с его находками. Да, вот на Малой Северной Двине как раз вот место раскопок здесь вот показано, и вот Амалийцкий, вот фотографии старые, вот они нумеруют. Вот мы видим вот эти вот как бы кости париозавров, щекастых ящеров, и собственно они были внутри конкреции таких, вот их пришлось, так сказать, вместе с этими конкрециями, ну такими, в общем-то вывозить, а потом уже препарировать отдельно в мастерской. В Польше была создана мастерская, где это, собственно говоря. В Польше, в самой Варшаве, где он преподавал, да? Да, вот на телегах это все везлось туда через всю Россию, и затем в Польше же была, ну в Польше была часть России до революции, и фактически, собственно говоря, была открыта первая выставка вот этих вот монстров. Вот это вот как раз череп париозавра, здесь мы видим, вот из коллекции Амалийцкого. Ну вот этот череп париозавра, Александр Ильич, вот париозавра, щекастого ящера, да-да-да-да, ну один из, да. То есть очень наглядная демонстрация того, что было до нас миллионы лет назад. А вот в кого были, и смотрите, вот в кого могли превратиться люди. И вот смотрите, вот внутри, вот здесь видно очень хорошо теменное отверстие для третьего глаза. Вот третий глаз, это особая структура, которая была непарной глаз, и он, его во многом загадочной функции. Но самое поразительное, я думаю, что третий глаз есть и у других животных, не то, что я думаю, он есть в наископаемом состоянии и у современных животных, и третий глаз, как раз, я думаю, был и у наших далеких предков. Вот, а у нас только рудимент, только полуторамесячный эмбрион имеет третий глаз, потом он рассасывается. Это говорит о том, что даже человека коснулась инволюция. То есть не только монстров вот этих вот. Ну и вот здесь мы видим Горганус. И еще, понимаете, вот этот вот экспонат, один из самых наглядных, он показывает, что в наше новое время, в последние века, крайние века, миру, собственно, нашему цивилизованному, первым предоставил вот эту возможность заглянуть миллионы лет назад именно наш ученый Амалицкий. То есть вот эти вот контуры, которые вот мы сейчас видим на этих фильмах ужасов, каких-то ужастиках, там, голливудских, он же это показал еще до создания телевидения и интернета. То есть он на экскурсиях, в музее показал, что вот какие реальные окаменелости лежат в недрах земли. Он их откопал на русской реке Северной Двина. Эту экспозицию он возил по всему миру и по Европе, особенно. Она в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге она долго была. Потом переехала в Москву на Калужскую улицу, а потом уже и сюда. То есть вот эти вот раскопки, да, раскопки были организованы очень грамотно, по последнему слову техники, которая тогда могла быть придумана. Ну, теперь лопаты, крестьяне, ну, в общем, правильно, да, грамотно были. Сама наука палеонтологии, она вообще известна давно. Еще со времен, условно, Древнего Рима тоже люди находили какие-то окаменелости. И сам термин, сам термин динозавр пошел, собственно, как раз от... Профессоры естествознания, вот разнообразные, вот, так сказать, наши профессора, которые в Санкт-Петербургском университете преподавали зоологию, геологию, минералогию. Вот это, кстати, один из учеников, Жанна Квье, основателя палеонтологии как науки, он тоже был, так сказать, основателем Московского общества испытателя природы. Вот кто знает, возглавлял кафедру естественных наук в Московском университете. Ну, такие вот, как бы, оставить их полуфотографии, полу, такие, скажем, ретушированные, ретушированные портреты, ну, фактически, они были основателями российской палеонтологии как науки. И что любопытно, вот здесь мы видим дальше гипсовые реконструкции париозавра, в общем-то, гергонопсов, иностранцевии. Вот, эта работа как раз принадлежала соратнику одному из Амалицкого, Карпинскому. Вот, они стояли на столе длительное время у, в общем-то, самого Амалицкого. Вот эти вот, как бы, гипсовые, ой, не гипсовые, а сделанные из глины изображения. Я дам маленькое пояснение. Название этого палеозавра «Иностранцевий» дано по имени учителя Амалицкого, у которого была фамилия «Иностранцева». Поэтому и такое странное название. «Иностранцевий». Это мировая практика. Кто первый нашел, тот и имеет право давать название. И вот обратите внимание, вот здесь препарат, в общем-то, скутозавра. И вот он показывает третий глаз. Вот это вырезанная часть черепной коробки, как раз между теменными лобными костями. И вот сохранилась такая, как бы, глазница, но не глазница, а углубление для третьего глаза. Но это не просто углубление, это же ведь отверстие в черепной плоскости. Отверстие, да. Причем оно самое мощное такое, вот тут где-то сантиметр. Это, в общем-то, сама черепная коробка. Вот так вот оказывается. И вот тут этот скелет, чем интересен, очень большая концентрация сохранности. То есть очень много костей в одном месте. Не разбросано, вода не размыла, телеги не разъехали. Вот, и здесь мы видим вот самого Ефремова портрет Ивана Антоновича Ефремова, автор как раз книги «Терфономия и геологическая летопись», во многом как бы забытой до сих пор. Ну, по крайней мере, не совсем точно она, в общем-то, воспроизводится. Многие даже и не читали из палеонтологов вот эту книгу. На самом деле он как раз показал, что вот это вот сохраняется, ну, как бы, непропорциональность остатков морской и континентальной формы. И вот такие формы, они были, в общем-то, диноцефалы, они были хищенные формы, которые охотились на растительноядных, в общем-то, париозавров, таких вот ящеров. Это был Пермский период, он примерно кончился 252 миллиона лет назад, Пермский период, и он кончился как бы катастрофой, великим пермским, как бы, гибелью животных. Тогда погибло около 93% морской фауны и около 70%, 78%, если точно, сухофутной фауны позвоночной. И считают, что, в общем-то, развились сибирские трапы в Сибири восточной. И вот эти вот как раз трапы послужили, отравили воду и отравили атмосферу из большого выброса, так сказать, хлорированных соединений и углекислого газа. В общем-то, может быть, даже это связано с падением метеоритов. Вот у этого стенда мы задерживаем чуть-чуть побольше, потому что экспонат, заслуживающий особого внимания. Эта амфибия называется Камакопса. Обратите внимание, у него есть реальный как бы третий глаз, вот это между теменными и лобными покровными костями. Здесь вот присутствует посреди парных глаз, вот, как бы, глазница такая для теменного органа. Его называют еще парапенеальный и вообще пенеальный комплекс. Туда входит эпифис и, собственно, третий глаз. Третий глаз не служил для улавливания, он не дублировал функцию обычных глаз, он не служил для фиксации каких-то объектов зрительных. Он являлся вот у этого Камакопса как раз рудиментарным органом, доставшихся от древних людей, которые его, очевидно, имели в реальном состоянии. Это внутреннее кино просматривал человек, вот, когда он спал, очевидно, эпифис связан был с вот этим кино. То есть это домашний кинотеатр и там сетчатка была определенным образом маневирована, то есть наружу не вывернута. Да, это видно на современных животных и фактически, собственно говоря, вот это вот кино, оно позволяло древним людям сохранять связь и с миром мертвых, и с миром живых. То есть фактически этот Третий глаз обеспечивал объемное зрение и в режиме онлайн, даже когда спишь? Нет, не объемное зрение, а во время сна, физиология сна древних людей, которые жили сотни миллионов лет не только на нашей планете, но и в других планетах, она была иным, физиология сна. И во время сна они общались с иным миром. И Третий глаз служил таким как бы онлайн-проводником. В общем, это позволял фиксировать и отображать на внутренней стороне сетчатки этого глаза как раз диалоги душ друг с другом. То есть фактически очень сложная была структура, связанная с... Ну, еще Декард считал, что шишковидная залеза, эпифис, это седающий нашей души. Если как бы придерживаться этого представления, то Декардовского, то представление у эпифиса человека осталось, но Третий глаз он рассасывается в эмбриональном состоянии в полуторамесячном. Так получается, что сон может быть для этого и нужен был? Да, сон именно для этого нужен, но еще, конечно, отдых нервной системы, но благодаря, так сказать, тому, что... Вот, а здесь вот мы видим ископаемую амфибию, такую крокодилу подобную, лабиринтодонт. И вы обратите внимание, что нет височных окон у этого. Это стегальный череп, то есть покрытоголовый стегоцефальный череп, стегоцефал их называли, сейчас лабиринтодонтом называют. И здесь височных окон нет. Так же, как и у человека. Это говорит о том, что эти амфибии происходят от древнейших людей. И здесь мы видим, вот как раз наглядно, ну, лицевой отдел вытянулся, зубки, так сказать, у нас большие стали. И тоже видно отверстие для третьего глаза. Да, да, тоже маленькое отверстие для третьего глаза видно. И вот здесь видно хорошо. То есть практически у всех древних животных, вот оно. Сейчас, секундочку, я подробнее чуть-чуть. То есть вот это череп лабиринтодонта. Вероятно, слово лабиринтодонт. И здесь тоже между двух привычных глаз находится третий глаз. Вот он, он, красавица. Отверстие от него. То есть, собственно, отверстие, да. Как бы не сохранился от окаменевшей кости. Сам глаз, естественно, нет. Но отверстие для него в черепной коротке есть. И это не единичные случаи. Это не единичные, это повсеместные практически. Ну, дальше можем пройти как раз и вот увидеть таких монстров. Вот вы видите, значит, они скелеты разнообразных растительноядных, в общем-то, животных. Диноцефалы их называют. Они жили как раз в пермский период. Вот 255 миллионов лет назад. Вот здесь вот как раз показана хищная форма и растительноядные. Вот хищный диармазух нападает на молодого, так сказать, истиненозуха. Ну, вот эти реконструкции мы можем нарисовать любые. Тут самое главное, ну, вещи очевидные. Вот что-то допытно. Реальные это кости. И вам обратите внимание, пяточная кость, вот она уже отсадствует. Это и таранная кость на стопе этого животного. То есть это показывает на деструкцию вот этих животных, что они фактически вторично утратили. У них очень небольшой хвост. Сейчас, секундочку, Александр, чуть подробнее. Вот это пяточная кость? Нет, ее нет как раз. Ее отсутствие показывает, что да, и таранные кости. То есть фактически сустав, он по-другому, в общем-то, он между голенью и плюсневыми костями проходит. А пяточной кости нет, и таранная кость, она редуцировалась. Это показывает о том, что вот эти животные вторичные уже очень здорово, конечно, инволюционируют. Здесь огромные промежутки миллионов лет назад инволюция была, и она приводила вот к таким формам. Вот это лопатка, вот лопаточная кость вытянулась так сильно. Ну, потому что организм стал большой и тяжелый. Да, но это вот приспособление тела, тело к среде обитания. Вот огромные клыки появились у горгонопсов. Вот здесь мы видим, вот там дальше можно пройти. Вот, во-первых, здесь, да, вот это, ну это не клыки, это просто, так сказать, резцы превратились. А вот здесь вот появился клык огромный, вот череп биармазуха, и вот здесь мы видим огромный клык, похожий на саблезубых кошек. И дополнительное височное отверстие в черепе появилось для облегчения силы укуса, потому что крепилась мускулатура многочисленная к этому, и она обеспечивала сильное, так сказать, смыкание челюстей. Это как балки были такие вот, которые обеспечивали. Это вот такие пермского периода хищные животные мощные. Так, вот по этому красавчику можно, уж больно он напоминает ужасиков голливудских. Растебиятый единоцефал и стеменозог. Вот эти гребни, это на самом деле рога такие появились, и, собственно говоря, действительно вот так вот вырастали эти похожие на оленей. На самом деле к оленям они не имеют никакого отношения. Это было задолго до них, до сотни миллионов лет. Реконструкция этого красавца, вот она. И все равно на свою грозную внешность он все-таки считается растительной ядной. То есть специально на животных себе подумают, он не охотился, питался исключительно листочками и корешками. А клыки ему, вот такие мощные клыки, нужны были исключительно для того, чтобы разгрызать большие корни или большие стволы, или разгрызать грунт, чтобы доставать те же самые корешки. Ну, пойдемте теперь посмотрим на коллекцию Амалицкого. А вот теперь самое интересное. Вот это и есть та знаменитая коллекция Амалицкого. Вот, кстати, стенд, посвященный, собственно говоря, вот этой коллекции. И вот здесь мы видим, как разгрызает все под песчаной конкреции, которая вот Амалицким найдена недалеко от Катласа, Архангельской области. И вот в этой конкреции ее вывезли всю целиком. Вот показывают нам вот этих вот приозавров замечательных, Амалицких. Вот, он со своей супругой. Ну, вот это можно снять даже вот этот вот ролик. Он показывает нам историю вот этой... Но он в интернете есть. Есть, да? Да, ну, понятно. Вот, вот эти вот как раз кости были извлечены из этих конкреций. Очень твердая ткань была, тем не менее, их очень долго препарировали. Сейчас, секундочку. Алисан Иванович, вот эти камни, именно вот этот вот этот... С виду обычные булыжники, которые каждый находит на берегу наших рек. Если их распилить поперек, то внутри мы увидим вот примерно такое изображение. Как будто вот мясо большого животного разрезано какой-то электропилой, где видно отдельно мясо, сухожилие и кости. То есть вот именно внутри вот таких вот булыжников спрятаны окаменелости остатков растительной и хищной и животной жизни, которые жили когда-то миллионы лет назад. То есть только очень прозорливый взгляд ученого и очень высокая мотивация естественных испытателей заставляет людей ходить по берегам рек. И вот из этих бульников выискивать вот эти вот содержимые. А потом делать большие выводы о том, что были такие существа, которые примерно выглядели вот так. Делать их реконструкцию. И из этого делать еще более сложные научные выводы о том, как жизнь зародилась, какими путями она развивалась и что будет у нас впереди. То есть многие экспонаты удалось восстановить практически близко к стопроцентному состоянию. По крайней мере общие контуры. Они немножко деформированы были как раз этими самыми процессами, которые происходили. Но вот дугообразная как раз коронка, такая вот параболообразная зубная дуга здесь видна хорошо. И вот эти вот черепы можете найти и вы, если будете гулять по берегам рек, особенно по берегу реки Северной Двина у нас в России. Если вы найдете что-то похожее, большая просьба, не долбите сразу его камнями, молотками и динамитом. Посмотрите внимательно, сфотографируйте, сообщите властям или сообщите Палеонтологическому музею, что есть что-то похожее. Или просто сфотографируйте, выложите в интернет. Потому что каждый артефакт, который будет найден на поверхности нашей Земли, имеет ценность научную и историческую. Потому что именно на основе ваших находок можно будет делать вот такие реконструкции древних ящеров-динозавров. Но они не динозавры, а не париозавры. То есть слово динозавры – это общее. Нет, динозавры все-таки это париозавры, щекастые ящеры. Именно вот эти экспонаты классифицированы как палеозавры, пареозавры, щекастые ящеры, есть другие. Есть очень много точных названий и классификаций. Вот у нас есть следы палеозавров. Но в любом случае, если вы найдете что-то похожее, просьба это зафиксировать. Больше там. Видите, вот от этого ящера, вот этой мощной рукой, сделаны были в свое время вот такие отпечатки, которые со временем окаменели. Эти образцы специально выставлены в музее для того, чтобы вы знали о том, как это было тогда и во что это превратилось сегодня. И если вы увидите случайно где-то похожие вмятины, где-то на берегу реки или на берегу моря, тоже обратите внимание, тоже попробуйте зафиксировать, тоже сфотографируйте и выложите в интернет, в общий доступ. Потому что это является достоянием всей планеты, всего человечества. И, возможно, благодаря вашим усилиям будет открыто новое направление в палеонтологии. Вот, в общем-то, предложен был термин для всех этих животных – парарептилии. Их еще, ну, в общем-то, их лягушкообразными называли, или парарептилиями. И вот одна из форм, здесь вот крупные зеленые черепахи череп видим. И мы видим, вот дети все время спрашивают, что это череп инопланетяйно. Фактически, вот там даже два, вот таких вот, если посмотрим, носовых отверстий, два хода для носовых отверстий, фактически у него нет вот этих вот окон в черепе, которые облегчают конструкцию, которую мы видим, например, у динозавра. И они сохраняли вот эту вот конструкцию, общую конструкцию черепа у древнего человека, который жил, ну, сотни миллионов лет. Обратите внимание, как же нас дурит Голливуд. Нам говорят, что это инопланетяне, а на самом деле это крупная зеленая черепаха. По-латыни – челона, мидаслайн. Всего-то ничего. А как похоже на зеленых человечков. И вот здесь, обратите внимание, паралептилии проколофон. Вот, и в центре вот видно третий глаз. Как раз между двумя глазницами, вот эти зубки у нее были. И вот третий глаз. Что ж такое-то? Как много модификаций произошло за эти миллиарды лет. И вот здесь тоже самое видим хорошо третий глаз. Уважаемые зрители, не сочтите за навязчивость. Ну, мы уже который раз показываем третий глаз. Ну, что делать, если они встречаются почти везде? Если где-то их не видно, то только потому что он зарос. Ну, черепная коробочка заросла. Костя, может быть, срослись. И отверстий нет. А у деформации бывают вот такие. Вот иностранцевия как раз посвященная профессора. А вот иностранцевия. Было неожиданностью для всех, что она, во-первых, стояла на выпрямленных, полу-выпрямленных ногах. И практически, в общем-то, близка была к положению тела, как у человека. Но если не как у человека, так, по крайней мере, умлекопитающий. И обратите внимание на клыки. Вот здесь клыки очень большие. Выдаются явно за кромку зубного ряда. Это связывает вот это вот животное, так сказать, странцелия. Это я, знаете, специально тень убираю. Тень создаю, чтобы лучше было видно. А то от стекла отражается. Так, вот эти вот зубки с крупным планчиком, пожалуйста. Вот, длина 10 сантиметров. И она похожа на животных, на зверей. На современные звери именно этим. Но это она жила, конечно, 255 миллионов лет назад. Не будем забывать об этом. Ну, что делать? И даже у иностранцев уже видно отверстие для третьего глаза. Вот она. Углубление почти затянулось на костной пластине. Вот следы рептилий Хератерия. Вот здесь вот. Мы видим, когда их нашли в Германии в 1889 году, если не ошибаюсь, то считали, что древний иной коснулся земли рукой. Вот. И коснувшись земли рукой после потопа. А на самом деле это, в общем-то, следы диапсидной рептилии Хератерия. И она не рука, а нога. И, собственно, вот это вот. Тут еще одна ножка. Нет, раз, два, три, четыре, пять. И вот пятый отведенный в сторону. Но это отпечаток, обратный отпечаток. То есть это не так, что это правой рукой? Нет, нет, это обратный отпечаток. А, это обратный. Ну, это просто... Все, я правильно показал, да. Но это не рука. Честно. А вот эта вот маленькая ножка, это что, деденыша? Это рукой. Вот это вот рукой. То есть вот это передняя лапа, задняя лапа. Да. Сейчас, секунду. Передняя лапа, задняя лапа. Вот передняя, вот передняя, это задняя. Сейчас, и еще раз. Вот еще разочек. Внимательно. Смотрите, вот задняя лапа, вот передняя. То есть они не были похожи. Кисти, кисти, стопа, они разные. И передними лапками мы умудрились даже и здесь следы оставить. И даже вот маленький след. Да, только не трогайте. Не-не-не. Ну, мы не трогаем, пока не видно. Так, вот этих красавцев не будем снимать? Вот этих не будем? Ну, они, в принципе, такие же. Ну, это из той же коллекции. Да, ну, вот здесь вот хорошо видно, что вот эти вот формы, они уже это водевентодонт, такой вот пермский амфибия. Вот у них стегальные черепа. То есть они, видите, покрыты такие. Вот опять-таки третий глаз. И название такая душевная пара-тозуха. То есть вот такой черепок, вот такие глазки. И вот такой третий глаз. Опять третий глаз. Для общения со своими предками. Ну, вот эту вот реконструкцию можно снять. Реконструкция, естественно, уж такая. Старихищных амфибий. Это были разнообразные вот эти вот. Это фауна. И были растительные ядные животные. Были как насекомые ядные, похожие на грызунов и так далее. То есть это фауна зверообразных. Вот здесь видно, что на реконструкции, что зверообразные животные, зверозубые так называемые, многократно возникали, по крайней мере, похожие на млекопитающие. А вот где прямые доказательства того, что они возникали несколько раз? А вот прямые доказательства как раз. То есть у них были и похожие на насекомые ядных, и похожие на грызунов формы, и похожие на хищных форм, и похожие на датировку смогли точно определить, да? Ну, датировка их примерно понятна. Это 250-260, то есть это пермский период, миллионов лет назад. И фактически вот эти животные, они обитали, и многие из них были покрыты шерстью. Здесь вот, к сожалению, по-моему, реконструкции нет этого, но на самом деле многие из них были покрыты шерстью и даже имели, по некоторым предположениям, в общем-то, молочные железы. То есть выкармливали своих детенышей молоком. Я тоже. Александр Ильич, извините, но у меня создается впечатление, что этот музей посвящен исключительно, знаете чему? Третьему глазу. Вот этому. Вот куда не пойдешь, на что не посмотришь. Скелет разрушенный, череп поломанный, а вот третий глаз, вот он, вот остается и все, хоть и треснет. Но вот третий глаз сохранился очень хорошо, потому что у древних предков этих животных он был, третий глаз реальный. Вот. А то, что касается динозавров, он очень быстро исчез, рудиментировался, третий глаз. Вот сейчас мы в следующий зал пойдем, когда. Он сохранился только в ранних, очень ранних зауропов, динозавров, растительные ядры, прозауропов. Вот, вот тоже. Вот, вот станьте рядом, чтобы было видно. Нет, Александр, вы поближе подойдите, чтобы было видно размеры вот этого черепа. Это амфибия. Амфибия. Поэтому лицо такое плоское, глаза грустные. Но третий глаз по-прежнему есть. Ну, что-то больше дело. И вот там, ну, это у всех практически. И у того крокодильчика то же самое. Вот глаза, и вот третий глаз. И следующий амфибия. Как будто не могли догадаться, замазать какими-нибудь гипсами. Чтобы люди ходили и специально обращали внимание. Вот эти вот беззубые челюсти раздабливали просто, раздабливали пищу. Вот это такие были растительные зубы. Такая толкушка. Толкушка. Крыговоголовые, по-моему. Ну, вот это одна из реконструкций. Знаете, а тут очень стыд мне понравился. Это окаменевшие насекомые. То есть то, что находят в камушках, и то, что пробуют реконструировать. Тараконы были 40 сантиметров древние, ископаемые. То есть вот один из... Так, вот это вот тараканчик? Нет, это, по-моему, не тараканчик, это богомол. Но размер впечатляющий. Да. То есть вот размер с ладонь, и такой богомолчик. Может быть даже молодой. Вот были большие стрекозы, полюс стрекозы, размер был 70 сантиметров. А вот, наверное, вот это вот, смотрите. То есть вот это окаменевшее крыло. Нет, вот это вот крылышко, и вот ладонь человека. Нет, это рептилия. Это уже планирующие рептилии. Планирующие. Да, это просто фауна. Фауна такая. То есть рептилии бывали не только рептилоидные, что вот по земле ползали и в воде плывали, а еще и летали, планировали. Так и называли. Планирующие. Птеродактили, например, птерозавры, так называемые. Но в следующем зале мы это все увидим. Итак, мы входим в зал динозавров. Самое интересное, самое интригующее, самое наглядное и впечатляющее находится именно здесь. Для тех, кто пойдет с экскурсией, сразу предупреждаем, что есть стенды, где показаны в видео реконструкция, как делаются образцы по маленьким фрагментам. И по ним вы можете получить очень наглядное представление, как происходит сам процесс. Присотнохождение в этих останковых раскопах, а потом и дыхмонтажа и создание реконструкции. Самые знаменитые реконструкции, которые были сделаны, они представлены здесь. Самый первый – это как раз морской крокодил, стенеозавр. И по нему… Обратите внимание, это вот кожное костяниние, остеодермами называют, то есть кожа защитная, свойства имеет, она со временем может обычная наша кожа приобретать, и она превращается в костную ткань. Такие костные пластиночки. И вот обратите внимание на пятку. Пятка унаследовала, пяточная таранная кость есть у этого морского крокодила, которая унаследована от древнего человека. Ну и кисти, раз, два, три, четыре, пять, пять пальчиков все есть, и пять пальчиков, и пять плешневых костей сохранились. Хотя кисти и руки рудиментарные, то есть они маленькие, они фактически не очень-то и нужны этому морскому крокодилу. Но зато огромная зубастая пасть. Огромная зубастая пасть. Сейчас, секундочку, Александр Иванович, вот извините, вот наука может дать ответ любознательным школьникам, что это за колички в виде ошейника у древнего палеонтологического морского крокодильщика. Я покажу подробнее. Это именно кольца, как в кольчуге. Одно, другое, третье идет. Что это? Скорее всего, это окостеневшие какие-то... Окостеневшая кожа, кольца, шерсть. Что? Ну почему она заканчивается именно на шее, на хвосте? Почему вот здесь вот на шее она как будто вот завязана? То есть такое ощущение, что этого крокодила держали на ошейнике. Он помер и вместе с этим ошейником также окаменел. Это шутка. Не слушайте меня, не обращайте внимания. То, что говорит оператор, главное слушайте, что говорит экскурсовод. Специалист-профессионал в своем деле, профессиональный палеонтолог Белов Александр Иванович. Морской ящер-эхтиозавр. И здесь видно, что беременная самка. Вот здесь как раз детеныш беременной самки. Сейчас секундочку, мы покажем чуть подробнее. Да, и вот здесь он выходит в кастом вперед, как современные дельфины. Но жили они, вот данный этот самый, эхтиозавр, как раз 200 миллионов лет назад. А так они найдены и 245 миллионов лет назад найдены также. То есть это фактически форма. А вот смотрите кисть руки, в чего превратилась. Вот эти пальцы, они появились множество-множество фаланг, фаланг, фаланг. Таким образом возникла как бы многофаланговая структура, которая образовала ласту, похожую на ласту дельфина. Но это все было как бы конвенгерно похоже. То же самое и с ногами произошло. Это приспособление, это вот стопы и пальцы как раз ног. Они то же самое превратились во множество фаланг. И в отличие от современных дельфинов, он греб не только руками, но и ногами. Ну это вот грудина развитая. Когда рядом нет людей, можно громче. А вот здесь мы видим пёст Антонович Ефремов. Вот Антонович Ефремов. 1908 год и умер в 1972 году. И вот он автор как раз книги, собственно, «Онтефаномия и геологическая летопись». Ученик профессора Сушкина, академика профессора Сушкина. И, собственно, благодаря Ефремову мы знаем, что вот эта вот деструкция осадочных пород. Есть что, сохраняются породы непропорционально. В морской среде сохраняются породы лучше. И поэтому на дольше они сохраняются. А на суше они сохраняются очень плохо. В силу, так сказать, разных причин. Ветер, воздух, вода, солнце, микроорганизмы разрушают их. И, мало того, окаменелости плохо образуются. И поэтому только в водной среде они могут образоваться. Особенно в морях, потому что там концентрация солей большая. И больше осадков. Вот. Ну и здесь мы видим крокодилов разнообразных. И вот крокодилы тоже они имеют. Вот унаследованная вот человек, 5, 4, 4, 4 пальца, 1 палец они потеряли. Таз такой более-менее. И костная нюба жесткая. Вот. И что любопытно, предки крокодилов ходили прямо. Об этом мало кто знает. И вот здесь вот можно это даже увидеть, что, в общем-то, во-первых, у них было и сердце четырехкамерное, и есть, сохраняется. Просто окошечко появилось, которое связывает между желудками. Вот здесь вот видно хорошо. И вторичное костное нюба современного крокодила. Вот здесь показано. Вот он. Костная перегородка, разделяющая полосы рта и носовой проход. Это тоже как бы признак человека, который они унаследовали от человека. У них вытягивается, значит, таз изменяется. У них лобковые и седалищные кости вытягиваются для поддержания живота и органов таза. Но видим, мы уже здесь не видим третьего глаза, который был. Далеко, что мы видим. Он только очень ранен. Ну и что самое важное, крокодилы сохраняли двуногую позицию. И вот здесь вот как раз говорится о том, что для крокодилов характерно трехлучевое строение таза, которое, вероятно, унаследовано от двуногих предков. Вот прямо это и написано. Вот эти двуногие предки, они действительно были не только у крокодилов, но и у всех архозавров. А кто же такой текст пропустил, Анастас Ильич? Мне кажется, это прокол со стороны. Ведь общую идею они доказывают, что мы от четвероногих, а тут проговорились. Да, и вот там вот тоже с другой стороны тоже написано, что четвероногое передвижение возникло у них вторично от двуногих предков. И фактически двуногие предки были и у динозавров, у всех, и у птерозавров, летающих ящеров, и у крокодилов, и у других форм, вот этих, которых объединяют под общим названием архозавры. Вот здесь мы уже видим тиражактину. Эти летающие формы были для того, как появились птицы, и у них крепилось крыло, это перепонка кожи к вытянутому пальцу кисти, к мизинцу. Последний пятый палец, он был вытянут и многократно усилен, и перепонка кожная, она крепилась к ним. И вот здесь показано крыло птерозавра в разрезе, вот, и натянутая перепонка. Локоть, в общем-то, плечо, грудина. Вот ниже мы видим крыло птицы, и еще ниже крыло летучей мыши. Вот таким образом многократно осваивался воздух совершенно разными животными, совершенно в разные геологические периоды и эпохи. Череп для облегчения конструкции появились вот эти многочисленные височные окна, и для усиления силы уков к ним крепились связки, мышцы, сухожилия, которые усиливали это движение челюстей. И вот здесь мы плавно переходим к динозаврам. Вот это тикадонты, это древние, их тут поставили на четыре точки, но вообще-то они были двуногие. Многие из них, по крайней мере, на двух ногах передвижались. Вот, и вторично они стали уже на четыре ноги потом. И здесь опять-таки стопа человека. И видим, таз, он более-менее такой ближе к человеческому, нежели вот у этих вот птичных динозавров. Торбозавры. И обратите внимание, во что превратились эти человеческие ручки, только имеют два пальца. Вот, это малюсенькие ручки, такие рудиментарные. И здесь мы видим, что локоть есть, есть плечевая кость, и есть лопатка длинная и вытянутая. Но им и не нужны другие ручки. Фактически они ими не пользовались. Это своего рода рудименты. Но главное, вот эта вот огромная челюсть с огромными коническими зубами. То есть они потеряли дифференцировку зубов, и зубы, они, в общем-то, для хищного, плотоядного такого вот, в общем-то, наполнения желудка. А таз превратился, вот, таз, вот мы видим, вот в виде башмака, такого вот, седалищные кости, потому что животина наедалась, и она укладывалась спать, чтобы не смять содержимое желудка. Вот. Божилостный бачок. Да. И опираясь, такое предположение, по крайней мере, есть, седалищные кости длинные, они вытянулись дальше для поддержания органов таза. Повздошные кости тоже вытянулись. И они перешли от стопа хождения древнего человека к хождению на пальцах. Здесь мы видим, что вот тут пальцеходящий сохранилось только три пальца, а один рудиментарный. Вот первый палец большой, как раз рудиментарный торчит в эту сторону. И это вторично уже произошло. Но обстановка, они, в общем, сохранили двуногую позицию. Почему? Потому что были хищные, видимо, их предки занимались ханнибализмами. То есть они не как обезьяны забрались на деревья, потомки древних людей, а они инволюционировались стоя. Вот это очень важно, что инволюционировались стоя, и поэтому очень взрывная была такая инволюция у них. У всех группы, и у крокодилов, и у птерозавров, и у динозавров, хищных и растительных ядов. Кстати, Александр Ильич, а вот такая отличная сохранность самого скелета, за счет чего она получилась? В песке где-то сохранилась? Не помялась, не разбросалась? Ну, матерка пустынагобия, скорее всего. То есть чисто песочек и никакой растительности? Там очень хорошие, там просто вскрылись эти пласты, и там эрозия пластов. Это было болотистое место, озерные, такие морские хаоцы. Это в те времена болота? Да, 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 да. Это крупные болоты были, морские такие, длинные, в общем-то, озерные группы. И пустыня Гоби собой представляла. И как раз Ефремов, он совершил в 1947-1949 году три экспедиции. Один из организаторов и организатор, руководитель этой экспедиции был Антонович Ефремов. И он привез вот эти вот динозавров и многое другое оттуда из пустыни Гоби. Так, Александр Иванович, вот эти замечательные экспонаты, они очень впечатляют для тех, кто их видит первый раз. Огромный зал, длиной порядка 80 метров. Почти под самый потолок скелета динозавров, которые по размерам похожи даже выше жирафов современных. Какие наиболее 8 метров, куда тупоносый динозавр. С какого начнете рассказывать? Вот диплодок, вот он, его длина общая 25 метров, от кончика хвоста до морды. А фактически, вот он относится к отряду зауропод, группе зауропод. И их характеризует наличие пятипалой кисти, пятипалой кисти и на руках, и на ногах. И там даже когти сохранились только на трех пальцах. А на Безинце и Безымянном не сохранились когти. Видимо, там были ногти, или они родиментировались вторично. И у них сохранилась позиция двуногая изначальная, и они уже значительно позже стали к четвероносу. То есть фактически, они как и говорит о том, что их предки передвигались на двух ногах. Потому что ноги находятся под телом, под тазом. В отличие от тех париозавров, которые мы видели там, у которых руки и ноги ворска речка. То есть то, что его поставили на четыре ноги, это считается все-таки ошибкой вторички. Нет, ну почему? Они так и передвигались. Они вот примерно так вот выглядят. Там есть вот огромная масса тела была. Поэтому длинные шеи растительноядные. Но их предки, несомненно, умели ходить на двух ногах. И ранние проза ароподы, они как кенгуру вставали. Вставали на это самое, на две ноги, опираясь на хвост. Кругу ароподы и достигали. Шея не была такая длинная. Растительные массы, деревья, в общем, пытались достать. И руками они пытались, в общем-то, это утконосы динозавра. Фактически он вторично тоже стал вот таким вот. Но руки здесь в большей степени сохранились, чем у тираннозавров, которые имеют две... В общем-то, ну, обратите внимание, какие ноги. И вот-вот здесь хорошо видно вот руки вот таких ящеров, в общем-то, хищных ящеров. Мезозоя, вот-вот, и там два пальца сохранились только. Ну, они маленькие, по сравнению, да. Вот эти вот ручки, вот это Рудименко ручки, вот. Многие, они более-менее сохранились, даже укрепились. Но перешли они от стоп-хождения человеческого к пальце-хождению. Почему? Потому что стало расти хвост, после вертитального состояния резко. И их стало заваливать назад. Им пришлось согнуться вперед. Вот, они согнулись вперед, и их челюсть еще вытянулась зубами тоже. И благодаря этому они сохранили равновесие на двух ногах. И сохранили двуногую позицию. То есть они не инвалюционировались совсем иначе. У них не было обезьянней стадии. То есть они не забрались на деревьях, как вот наша современная обезьяна. И их инвалюция не так протекала. И поэтому у них и сохранилась совсем другая позиция. И благодаря этому они удивительно как-то явили мир, динозавров, которые захватили, в общем-то, на 160 миллионов лет. Назвали по 160 миллионов лет, они захватили землю. То есть стали господствующей группой на земле. И здесь опять не могу пройти мимо этого характерного тренда. Череп ближайшего динозавра. Но там ведь тоже мы видим, хоть маленькое, но все-таки есть отверстие для третьего глаза. Вот оно явно просматривается. Вот оно. Видно? Ну, отверстие третьего глаза, по-моему, все-таки оно не столь явное. Но как считается, что, в общем-то, крупные динозавры, вот хищные динозавры, они утратили. Очень быстро утратили. Ну, будем считать, что этот экземпляр утрачивал дольше всех, поэтому сохраняем. Скелет панцирного растительного динозавра Таларура. Вот очень любопытно, что они покрывались броней из окаменевшей, вернее, я говорил, с не окаменевшей, а костеневшей кожей. То есть кожа может окостеневать. И это было защитным приспособлением. Вот эти, как обручи, ребра, они защищали их от проникновения зубов хищных динозавров. А голова тоже была покрыта шлемом, таким вот, как каской, окаменевшей кожи. Оно прирастало, окаменевшая, ну, вернее, окостеневшая кожа к черепу. Вторично. И вот укрепился хвост, он не гнулся, и он, собственно говоря, представлял собой такой булавообразную структуру, которую он мог размахивать. И сила удара была очень мощная, потому что на конце была такая, как бы, блямба, булава. Костная, как бы, и вот многие, че, конечности хищных динозавров, двуногих, они с повреждениями. То есть он очень удачный, этот панцирный анкилозавр, как еще называют, панцирные. В общем, они очень удачно оборонялись. Вот и хищенка. Ну, это разнообразные такие динозавры. Вот такие вот формы, они вот имели рога и определенные гребни, вот, на костный воротник, который защищал, вот, собственно, от растительной формы. И вот, обратите внимание, детеныш, маленький совсем эмбриончик такой. Ну, не эмбриончик, но детеныш, вот, протоциаратов. Вот. И он, фактически, в общем, под охраной родителей. Вот такие были формы, вот такие, вот такие рогатые, разнообразные. То есть это защитные приспособления, конечно. А вот здесь, видимо, они бодались. И вот от этого бодания, вот, нарабатывались вот такие вот шлимоголовые динозавры, так называемые. Они, значит, напоминали, ну, я не знаю даже, кого они напоминали. Ну, в общем, от того, что они, самцы друг друга били, да, у них возникал вот такой вот огромный на голове такое приспособление. Значит, вот тут вот пятибелая стопа сохранилась, пять пальцев, вот как раз вот у нас следовало человека. Ну, они стали уже откладывать яйца. Дело в том, что эти формы, мы их видим первыми в ископаемом состоянии, но эти последние уже, они более такие, то есть весь мезозой, они укрупнялись. Хищники укрупнялись, чтобы эффективно съесть животное. А растительноядные животные, динозавры, они укруплялись, чтобы их не съели. И вот эта гонка укрупнения, размеров, она прослеживается. А формы изначально были не столь большие, мезозои. Вначале мезозои 248 миллионов лет назад они были... Теперь понятно, Алексеевич. Теперь понятно, почему Россия такая большая? Чтобы ее не смогли съесть. Да, и вот такие формы вот появились, хищные динозавры, динозавры, динозавры. И у него был коготь, который на ноге, он вытаскивался, когда догонял жертву, и требовалось быстро свалить. Он очень быстро бегающий живот, хищный. Сейчас, 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 Александр Ильич. Коготь какой-то, вот от передней конечности, тарапут, хищных динозавров найден. Ну вот, кому он принадлежал, мне не очень понятно. Ну то есть, руки маленькие, вот, гигантского хищного тираннозавра, вот, торбозавра, да? Вот она, рука полностью. Вот, плечевая кость, локтевая кость, и то, что осталось от пальцев. А вот это вот только пальцы, кисть, кисти пальцев, вот, крупного. То есть, фактически, вот они были такие формы. Так, Александр Ильич, можно рядом встать, вот, с витриной, чтобы было понятно масштабель, вот, через кищного тарбозавра. Ну, да, так, тарбозавр, у нее есть тарбозавр. Ну, и 15 сантиметров у него такие зубчики, да, канонические. И обратите внимание, альвеолярные, да. То есть, альвеолы были, где сидели, то есть, они текодонтные были. Альвеолы, это углубление, ну, зубы с корнями, грубо говоря. У ящериц просто торчат зубы, крепятся к краю челюсти. У варанов, например, у других ящериц. В общем, а здесь они как раз унаследованы от человека. Вот именно зубы с корнями, альвеолы, вот эти вот, как бы, углубления для корней, ячейки альвеолы. И вот маленький мозг был очень у хищного динозавра. Вот огромный тот хищный динозавр, скелет, который мы смотрели, он там достигал 12 метров. И вот совершенно достигал размеров собаки, около 200 грамм весил. Вот это продольный распил мозговой коробки торбозавра. Вот его отлив мозговой коробки. Ну и вот это стопа тиранозавра, стопа лебедя. И видно, что у них конвенгертная, то есть вот похожим образом изменялась структура ноги.